Это курс по ремонту модулей стиральных машин и мы приступаем ко второму уроку, где уже будем углубляться на примере модулей Evo 2. Встречаются они, конечно, почаще, чем Evo 1, который был в первом уроке, но здесь уже, что интересно, не линейный, а импульсный блок питания. С помощью латера мы можем менять напряжение от 0 до 270 вольт, но амплитуда его всегда остается неизменной. Давайте возьмем трансформатор от Evo 1, вызванем первичную и вторичную обмотку. Первичная у нас будет иметь большее сопротивление, вторичная меньшее сопротивление, так как число витков, соответственно, больше и меньше. Итак, подаем напряжение на первичную, со вторичной мы снимаем некие показания осциллографа. Меняем положение осциллографа на первичную обмотку и что мы видим? У нас амплитуда, то есть размах вот этой синусоиды, он гораздо больше. Почему? Потому что число витков у нас разное. Трансформатор для линейного блока питания гораздо больше, чем трансформатор для импульсного, при одинаковой мощности. Для понимания того, как работает линейный блок питания, давайте возьмем шипку с Evo 2, это NU264. Предварительно мы открыли дата-шит и соберем простейшую схему согласно дата-шита. У нас есть макетная плата, продольные крайние полоски и поперечные полоски в середине. Итак, мы подключаем напряжение 5 вольт, подключаем светодиод через резистор и подключаем фоторезистор. Подав напряжение с внешнего блока питания, мы зажигаем светодиод, который светит на фоторезистор. Фоторезистор, соответственно, передает информацию об изменении на шинку. Шинка понимает, что у нее запустился процесс и работает штатно. И в зависимости от уровня освещенности, у нас шинка, как турбина на автомобиле, подгазовывает. То есть, вум, вум, то есть, видите, это на осыле четко видно. Итак, у нас есть 220 вольт, 50 герц. Вот так вот они у нас выглядят с помощью латера. То есть, как видите, вот мы крутим латер, на осциллографе у нас появляется какая-то амплитуда. После выпрямителя, у нас это организовано на диоде, у нас происходит обрубание нижней части. Дальше идет у нас после выпрямителя фильтр. И, по идее, должно напряжение полностью сглаживаться. Фильтр у нас с помощью конденсатора. Видите, сгладился. Я убавил, и он медленно разряжается. Видите, медленно-медленно разряжается. То есть, а дальше уже ТНЮ-шка формирует частоту на трансформатор. Вот у нас пошла частота на трансформатор. Для начала давайте пару слов о блоке питания. Блок питания состоит на ТНЮ-шке, как раз впаиванием которой я сейчас и занимаюсь. Для того, чтобы мне было это удобно делать, используем паяльник с жалом топорок, косым жалом, как хотите называйте, и хороший припой. Мы используем гасталин, после него ничего другого китайского использовать не хочется. Вот такая вот ванночка. Очень удобна она для того, чтобы хранить наш спирт и отмывать флюс. 220 вольт подключаем через лампочку к отдельному удлинителю и проверяем, приходит ли у нас 220. Смотрим. 221 там, отлично. Переключаем мультиметр в положение измерения постоянного напряжения. Смотрим. 5 вольт и 12 вольт. Согласно схеме и согласно точкам на схеме. Обязательно смотрим на это и обращаем внимание. 5 вольт и 12 вольт. При включении идеально, когда лампочка чуть-чуть моргнет. Это замечательно. Если этого не произошло, в принципе, ничего страшного, но это замечательно. В данном модуле у нас ошибка F09, которую мы устраним. Видите, частота 55. Если я отключаю, она становится 40. Подключаю. Частота у нас опять поднимается до 54 кГц. Что это говорит? О том, что ТМЮ как раз таки меняет частоту и делает у нас на выходе нужную нам параметры напряжения в 5 вольт. Обратную связь, как видите, мы здесь имитировали с помощью диода и фоторезистора, о чём мы написали в статье. Осцилл чётко показывает, как у нас запускается и останавливается блок питания на ТНЮ. Хотя здесь не блок питания, а просто ТНЮ, который подключен внешне 5 вольт. Как видите, она запускается и если заклеить, то она пытается запустить, но так как не получает обратной связи, она у нас постоянно повторяет запуск до бесконечности. Если мы, соответственно, заклеиваем фоторезистор, тогда у нас блок ТНЮ не запускается. Если мы убираем эту наклейку, тогда у нас всё запускается и выходит в дежурный режим. Здесь мы диагностируем наш EVA2 модуль и используем для диагностики так называемую прожарку. Что это значит? То есть мы берём блок питания на 2 ампера у нас и постепенно, постепенно поднимаем напряжение. Смотрите, что у нас 4 вольта и 0,4 ампера. Это очень много, очень много для протца. Соответственно, проц у нас начал просто прожигать чек. То есть мы взяли обычную кассовую ленту и смотрим, он у нас начал прожигать. Так можно находить SMD-шные компоненты, которые у нас дают КЗ, либо пострадали при неисправности блока питания. Так, подключаем индикацию, запускаем. У нас этот проц запустился. Правда, его пришлось менять, о чём мы сейчас и поговорим. Но для диагностики мы используем стенд. Видео у нас получается насыщенное, так что давайте не отставайте. И все видео будут такими. Подключаем разъёмы. В последовательности называю разъём на присостат, разъём на ТЭН. Следом идёт разъём на блокировку, потом 220 вольт. Мотор с маленькими проводами идёт на КЭНы. И разъём у нас на последние 5 проводов. Это на индикацию. В схеме вы всё это посмотрите, без проблем поймёте. Включаем напряжение. Выбираем программу. Для диагностики мы используем именно индикацию с дисплеем. Потому что понятно хотя бы сколько, что какую ты выбрал программу. Замыкаем блокировку. Видим, что у нас сработала помпа, потому что мы включили программу отжима. И сейчас пойдёт отжим. Для примера мы перевели в положение непустой, неполный бак. И дождались ошибки, которая возникла по нашей инициативе. Не по неисправности модуля, а по нашей инициативе. F05. Нет сигнал. Непустой, неполный бак. Соответственно, потом мы проверяем на стирке. Включаем кэны, у нас зажлись. Даём команду, что у нас полный бак. Ждём нагрева тэна. Тэн сработал. Дальше. Поворачиваем переменный резистор. Меняя его сопротивление. То есть имитируем нагрев тем самым. Следующее, что мы хотим показать, это работу кварца. Которую очень хорошо отследить с помощью осциллографа. Вот он у нас, наш кварц виден. Частота 4,871, как в даташите на наш микроконтроллер. Можно немножко поиграть с настройками и увидеть более чёткую картинку работы нашего кварца. Но в данном случае нам больше интересно, как выпаять микроконтроллер. Так, нанесли флюс, нагрели, отсоединили. 350 градусов у нас температура. Можно даже до 400 поднимать, ничего страшного. Отмыли старый флюс, тряпочкой всё протёрли. И теперь нам нужно убрать бугры, так называемые. То есть нужно взять паяльничек. И паяльничком просто-напросто разгладить вот эту площадочку, на которую мы будем устанавливать новый микроконтроллер. Здесь у нас видео получилось такое насыщенное. И про блок питания мы поговорили, и про замену микроконтроллера, которые мы как раз позиционируем по одной точечке. То есть один уголочек подхватили, дальше подхватываете другой уголочек. Опять всё флюсуете. И уже без проблем запаиваете лёгкими движениями. Как так сказать, лёгкими движениями. Сейчас покажем как. Очень важно паяльник. И вот жало именно в форме топорка очень хорошо помогает в работе по ремонту модулей. И именно в пайке микроконтроллеров. То есть для снятия мы используем воздух, а для того, чтобы назад установить, мы используем классический паяльник, который прижимаем ножки и такими разглаживающими движениями устанавливаем новый проц. В данном случае у нас не щёлкали релюшки. И повторная пропайка решила проблему. Это был второй урок из курса по ремонту модулей. Третий урок у нас будет по Аркадии. Не забывайте писать вопросы, отвечать на контрольный вопрос, читать теоретическую часть, всё внимательно. Я старался, писал как можно более сжато, как можно более компактно, без лишних слов, без лишней воды. То есть, надеюсь, оно вам понравится. И не будет сильно перегружено какими-то формулами, сильно перегружено какими-то цифрами. Моя задача, чтобы вы как-то плавненько вошли в это, а не зашли, посмотрели, сказали, всё понятно. Так что обязательно пишите комментарии, читайте. Если знаете, что дополнить, как подредактировать, то есть, Александр, здесь ты сказал неправильно немножко. Здесь лучше не вот так, а вот так сказать. Обязательно это пишите, пишите в комментариях на сайте СО19. Спрашивайте там вопросы. Если у вас есть какие-то статьи или ещё что-то, всё присылайте, мы будем всему рады. Сейчас переходим к третьему уроку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!